Дорогие друзья, всем привет! Вас приветствует команда студии Мама Шила Малышу. Это видео для тех, кто давно не баловал своих мужчин обновками, ведь сегодня мы сошьем для них самый необходимый предмет гардероба на лето – трикотажные шорты Фил. Для самых классных летних образов в стиле Family Look мы разработали аналогичную выкройку детских шорт Фил для мальчиков. Ведь быть как папа – это так круто! Шить шорты мы будем по готовой выкройке «Мама Шила Малышу», которую можно найти на сайте mamashilomalysu.ru Прямая ссылка в описании к этому видео. Давайте подробнее рассмотрим модельные особенности изделия. Шорты свободные и просторные, длиной чуть ниже колена. Идеальный вариант для прогулок и активного отдыха в теплую погоду. В верхней части расположен отрезной пояс из основной ткани с резинкой внутри. Широкая резинка на поясе обеспечивает надежную фиксацию, не сдавливая живот и не причиняя дискомфорт. Пояс прошит дополнительными строчками, благодаря чему резинка не будет перекручиваться. В передней части шорт находится ложный гульфик. Это всегда выглядит выигрышно и дополняет образ, придавая ему завершенность. По переду изделия располагаются прорезные карманы с широкими листочками. Входы в карман выполнены под наклоном. Это удобно и функционально. Вместительные боковые карманы позволяют всегда иметь при себе необходимые мелочи. Дети же легко разместят любимые игрушки или наклейки. А сзади находится большой накладной карман. Он может служить местом для хранения небольших предметов, таких как ключи или мобильный телефон. Низ шорт оформлен в подгибку. Такая обработка простая в исполнении, но выглядит очень аккуратно и опрятно. Мужские детские шорты Фил идеально сочетаются с рубашкой Делмор из летней коллекции Морской Бриз, а также с разнообразными футболками, лангсливами или свитшотами. Согласитесь, что в мужском и детском гардеробе шорт и бывает много, а удачные модели просто на вес золота. Так что предлагаем не тянуть, а приступать к пошиву. Но перед началом обязательно поставьте лайк этому видео, подпишитесь прямо сейчас на канал и будем начинать. Итак, что же понадобится для пошива шорт? В качестве основного полотна для модели Фил мы рекомендуем использовать трикотаж с лайкрой средней плотности. Идеально подходит двухниточный футер. Также для данной модели можно использовать трехниточный футер диагональ или с изнанкой петля. Полотно должно хорошо тянуться и после растяжения сохранять форму. Выбирайте трикотаж качества пенье. Это самый мягкий и приятный и не вытягивающийся материал. Далее для усиления некоторых участков понадобится тонкий дублерин. Мы рекомендуем выбирать дублерин с добавлением эластана плотностью от 15 до 30 граммов на квадратный метр. Подберите нитки в тон основного материала. При выборе ориентируйтесь на плотность основной ткани. Рекомендуемая толщина 40 или 50, состав 100% полиэстер. Понадобится 5 катушек, 4 на оверлок, 1 на машинку. Если вы шьете без оверлока, то достаточно 1-2 катушек. В пояс шорт понадобится резинка. Необходимая ширина и длина зависят от выбранной модели и размера. Все значения указаны на вашей выкройке. Подготовьте иглы для швейной машинки и оверлока. Они должны соответствовать тканей, с которой вы будете шить шорты. Рекомендуем использовать иглы для эластичных материалов с пометкой «Стрейч», «Суперстрейч» или «Джерси». Номер иглы толщина 60-80. Также понадобится двойная игла с пометкой «Стрейч» номер 75-80. Расстояние между иглами может быть любое. Ориентируйтесь на свой вкус. Из инструментов возьмите сантиметровую ленту и линейку, тонкие и острые булавки, сниперы, распарыватель, удобные портновские ножницы и любой маркировочный инструмент, ручку или мел. Шить будем на оверлоке. Если у вас нет оверлока, то можно использовать псевдо-оверлочные строчки или зигзаг на швейной машине. Швейная машина также обязательно должна быть. А еще понадобится распашивальная машина. Не страшно, если у вас ее нет, в таком случае обязательно подготовьте двойную иглу. Еще из оборудования нужен утюг или парогенератор. Далее подготовьте выкройку. Распечатайте ее удобным способом и вырежьте все детали. И затем переходите к раскрою. При раскрою обязательно соблюдайте направление долевой нити. На ткани она идет параллельно кромке, а на выкройках обозначена стрелкой. Оптимальные способы раскладки деталей на ткани указаны в инструкции к выкройке. Кроить ткань можно, сложив ее в два слоя вдоль долевой нити или в один слой. Также в один слой рекомендуем кроить с лица ткани с направленным рисунком. Обратите внимание, перед тем, как выкраивать листочки, необходимо вырезать прямоугольники из основной ткани по размеру на 2-3 см больше каждой стороны листочки. И затем полностью продублировать этот прямоугольник аналогичным отрезом из дублерина. Для этого приложите дублерин к изнанке прямоугольника блестящей клейкой стороной и горячим утюгом прихлопывающими движениями сверху вниз пройдитесь по дублерину и приклейте его к детали. При этом долевая нить отреза из основной ткани и дублерина должны совпадать. И только после этого выкройте листочки с учетом направления долевой. Для этого приложите выкройку к продублированному отрезу и вырежьте по периметру. Если вы купили выкройку в одном размере, то припуски у вас уже заложены. Если в диапазоне, не забудьте добавить припуски на швы. Подробнее это описано в инструкции. Обязательно перенесите на ткань все метки с выкроек. Это можно сделать любым удобным маркировочным инструментом или сделать и рассечки 1-2 мм ножницами. Таким образом, из основной ткани у вас должно получиться 2 детали в зеркальном отражении – передняя половинка шорт, 2 детали в зеркальном отражении – задняя половинка шорт, 1 деталь со сгибом – пояс, 2 детали – листочка, 1 деталь – карман задний, 2 детали в зеркальном отражении – мешковина кармана меньшая, 2 детали в зеркальном отражении – мешковина кармана большая. После того, как все детали выкроены, необходимо нанести на них разметку. Итак, на лицевую сторону мешковины кармана большей перенесите с бумажной выкройки линии входа в карман и линию прикладывания. Зеркально повторите на второй большей мешковине. Также нанесите линии входа в карман с изнаночной стороны на детали передних половинок шорт. Далее эти участки необходимо будет продублировать. Дублировать также будем участок гульфика на левой верхней части передней половинки с изнаночной стороны. Для этого сейчас необходимо нанести разметку. Отступите от нижней точки гульфика 7 мм влево и поставьте метку. И затем соедините прямой линией данную метку с меткой середины переда по линии талии. Далее отогните гульфик на изнаночную сторону по только что начерченной линии и маркировочным инструментом аккуратно обведите его форму. Также нанесите линии заднего кармана с лицевой стороны правой передней половинки шорт. Итак, приступаем к пошиву. Начинаем со сборки заднего кармана. В первую очередь проклейте полоской из дублерина шириной 2 см верхний срез детали заднего кармана. Для этого приложите дублерин к изнанке детали блестящей клейкой стороной и горячим утюгом прихлопывающими движениями сверху вниз пройдитесь по дублерину и приклейте его. И теперь обметайте продублированный срез на оверлоке. Если у вас нет оверлока, проложите псевдо-оверлочную строчку на швейной машине либо зигзаг. Выполненный шов приутюжьте. Далее на детали кармана с изнаночной стороны параллельно верхнему срезу прочертите линию на расстоянии 4 см от края. Затем подогните припуск на 2 см на изнаночную сторону кармана, уравнивая верхний срез с начерченной линией. Сгиб приутюжьте. Теперь отверните припуск и подогните его на 2 см на лицевую сторону. Для удобства вкалите булавку в сгиб, она должна оказаться строго на ребро. Зафиксируйте припуск в таком положении булавками по короткой стороне. И затем вдоль короткой стороны припуска проложите прямую строчку на швейной машине на расстоянии 7 мм от среза. В начале и конце строчки поставьте закрепки. Повторите со второй стороны припуска. Далее на детали кармана заднего с изнаночной стороны прочертите линии по оставшимся сторонам на расстоянии 1,5 см от срезов. Теперь сложите деталь лицевой стороной внутрь по диагонали, уравнивая боковой и нижний срез. Таким образом должен образоваться угол 45 градусов. Зафиксируйте в таком положении булавками. На уголке наметьте линию изгиба на расстоянии 7 мм от открытых срезов. И далее соедините прямой линией нижнюю точку вертикальной линии прикладывания с меткой линии сгиба по правой стороне образовавшегося треугольника. Вот так у вас должно получиться. Далее необходимо вдоль этой линии проложить строчку на швейной машине. Аналогично совместите второй боковой и нижний срез и наметьте линию шва на уголке. Итак, теперь проложите прямую строчку на швейной машине вдоль ранее начерченной линии. В начале и конце строчки поставьте закрепки. Повторите со вторым уголком. Образовавшийся треугольник сложите и примните пальцами, а затем выверните уголок на лицевую сторону, тщательно расправляя его. Аналогично выверните уголок со второй стороны нижнего среза. Также выверните уголки и по верхней стороне кармана, тщательно расправляя их с помощью специального колышка или любого другого острого предмета. И теперь припуски со всех сторон зафиксируйте булавками, уравнивая срезы с ранее начерченными линиями. Сгибы хорошенько приутюжьте. При необходимости остужайте и фиксируйте припуски деревянной колодкой либо линейкой, чтобы они лежали плоско и не отворачивались. Теперь выполните отстрочку верхнего среза кармана. Для этого зафиксируйте подгибку булавками и проложите прямую строчку с изнаночной стороны на швейной машине на расстоянии 1,8 см от сгиба. В начале и конце строчки поставьте закрепки. Выполненную строчку приутюжьте. Следующим шагом настрочите выполненный карман на правую заднюю половинку шорт. Для этого поверх детали шорт наложите заготовку кармана, ориентируясь на разметку. Зафиксируйте ее в таком положении булавками. Вот так у вас должно получиться. Далее на швейной машине проложите за один подход прямую строчку по боковым и нижней сторонам кармана, с лицевой стороны. Строчку прокладывайте на расстоянии 1 мм от края кармана. В начале строчки поставьте закрепку. Дойдя до угла, опустите иглу вниз, поднимите прижимную лапку, поверните шитье, опустите лапку и продолжайте прокладывать строчку далее. Так повторяйте на каждом уголке. В конце строчки также поставьте закрепку. Выполненные швы хорошенько отутюжьте с паром. Задний карман готов. Следующим шагом соедините задние половинки шорт по средней линии. Для этого расположите одну деталь задней половинки лицом вверх и поверх нее уложите вторую деталь задней половинки лицом к лицу, уравнивая средние срезы. Зафиксируйте булавками детали по всей длине среднего среза, начиная со стороны шагового шва. Теперь сточайте на верлоке, либо приложите псевдоверлочную строчку на швейной машине или зигзаг. При шитье на изогнутом участке поворачивайте детали, повторяя форму срезов. Выполненный шов приутюжьте. Припуск заутюжьте на сторону правой задней половинки брюк, на которой находится карман. Далее продублируем некоторые участки на деталях шорт. Первым шагом необходимо продублировать входы в карман. Для этого выкроите деталь из дублерина так, чтобы клеевой материал с каждой стороны выходил за пределы рамки на 0,5-1 см. Выкроите две такие детали. Затем приложите деталь из дублерина блестящей клеевой стороной вниз. И горячим утюгом, прихлопывающими движениями сверху вниз, проклейте рамки. Аналогично продублируйте вход в карман на второй передней половинке. Также необходимо проклеить участок для гульфика. Для этого по раненачерченной форме выкроите деталь из дублерина. При этом долевая нить на дублерине должна совпадать с долевой на изделий. Приложите дублерин к изнанке детали блестящей клейкой стороной вниз. И горячим утюгом, прихлопывающими движениями сверху вниз, пройдитесь по дублерину и приклейте его к намеченному участку. Далее отверните гульфик на изнаночную сторону таким образом, чтобы метка по верхнему срезу располагалась точно на сгибе. При этом в нижней точке гульфика сгиб должен располагаться на расстоянии припуска на шов от среднего среза. Сгиб приутюжьте. Следующим шагом выполним прорезные карманы с листочкой. Для этого возьмите бумажную выкройку детали передней половинки шорт и вырежьте рамку по намеченным линиям. Будьте внимательны! Вырезать границу рамки кармана необходимо именно на бумажной выкройке. Получившуюся деталь приложите к лицевой стороне выкроенной передней половинки и с помощью маркировочного инструмента прочертите рамку. Далее отступите от короткой стороны рамки 7-8 мм и поставьте точку по центру рамки. От данной точки проведите прямые линии к концам короткой стороны таким образом, чтобы получились треугольники. Повторите с противоположного края рамки. Вот такой рисунок у вас должен получиться. Теперь подготовьте листочки. Для этого сложите деталь листочки вдоль длинной стороны изнаночной стороной внутрь и приутюжьте сгиб по всей длине. Далее зафиксируйте листочку вдоль длинной стороны булавками. Повторите со второй деталью листочки. И затем проложите прямую строчку на швейной машине вдоль длинного среза на расстоянии припуска на шов 7 мм. Обратите внимание, что данная строчка проходит по центру листочки. Сразу же проложите строчку и по второй детали листочки. Итак, теперь приложите листочку к рамке кармана, уравнивая ее открытые срезы с линии середины рамки. При этом сгиб листочки направлен в сторону среднего шва. Также обратите внимание, чтобы от коротких срезов листочки до коротких сторон рамки было равное расстояние с двух сторон. Приколите листочку в таком положении булавками к передней половинке шорт. Зеркально приколите вторую листочку ко второй передней половинке. И теперь настрочите листочку на швейной машине. Для этого проложите прямую строчку по детали листочки в русло шва на листочке. Начать и закончить строчку нужно на уровне границ рамки. Аналогично настрочите вторую листочку. Далее возьмите меньшую мешковину кармана и уложите ее поверх листочки лицом к лицу, совмещая метки по длинному скошенному срезу с границами рамки кармана и уравнивая срезы. Зафиксируйте детали в таком положении булавками. По желанию сметайте. Затем на швейной машине проложите прямую стачивающую строчку вдоль скошенного среза мешковины меньшей на расстоянии припуска на шов. Строчку также необходимо начать и закончить на уровне границ рамки. В начале и конце строчки поставьте закрепки. Зеркально повторите со второй меньшей мешковиной и передней половинкой. Теперь возьмите соответствующую деталь мешковины кармана большей и начертите вдоль той длинной стороны рамки, которая находится ближе к боковому шву, линию прикладывания. Линию начертите параллельно длинной стороне рамки на расстоянии припуска на шов. Также продлите границы по коротким сторонам рамки. Зеркально повторите на второй большей мешковине. Далее возьмите деталь передней половинки брюк и выполните разрез вдоль центральной оси рамки кармана. Прорезайте сначала в одну из сторон до точки, откуда линия расходится в углы. Затем сделайте надрез от точки по диагонали, не доходя 1 мм до границы рамки. Если прорезать больше, в дальнейшем появятся дырки по углам карманов. А если не дорезать 2-3 мм, то деталь мешковины в дальнейшем полностью не вывернется. Повторите со второй короткой стороны рамки. Следующим шагом расположите мешковину кармана большую, лицевой стороной вверх. И поверх нее уложите деталь передней половинки шорт так, чтобы настроченная листочка и меньшая мешковина располагались сверху. Далее отверните часть брючины со стороны бокового шва на изнаночную сторону и уравняйте открытый срез рамки кармана на передней половинке с ранее начерченной линией прикладывания на большей мешковине. При этом короткая сторона рамки должна совмещаться с уголком в нижней точке разреза. Зафиксируйте в таком положении детали булавками по всей длине рамки. При необходимости сметайте. И теперь сточайте на швейной машине. Проложите прямую строчку вдоль длинной стороны рамки от уголка до уголка на расстоянии припуска на шов. Обязательно в начале и конце строчки поставьте надежные закрепки. Проверьте выполненную строчку с лицевой стороны. Она должна проходить точно вдоль линии границы рамки кармана. Выполните надсечки во вторую сторону короткой стороны рамки близко к границе, но не доходя до нее 1 мм. Далее в получившееся отверстие выверните деталь листочки и мешковины кармана наизнанку и хорошенько расправьте все детали. По верхней и нижней короткой стороне листочки зафиксируйте детали булавками, чтобы избежать смещения слоев ткани, а затем отогните часть брючины таким образом, чтобы было видно короткую сторону рамки. Образовавшийся треугольник по короткой стороне хорошо расправьте, направьте его в сторону и зафиксируйте в таком положении булавкой. Далее настрочите этот треугольник на листочку и большую мешковину на швейной машине, либо соедините детали с помощью иголки и нитки. Строчку прокладывайте от уголка до уголка, в начале и конце строчки поставьте закрепки. Для удобства можете воспользоваться однорожковой лапкой. Аналогично зафиксируйте карман со второй короткой стороны. Обратите внимание, стежки не должны попадать на саму деталь брючины, строчка должна пройти только по треугольнику. И теперь проложите отделочную строчку вдоль длинной стороны рамки кармана, которая находится ближе к среднему срезу. Для этого отверните деталь передней половинки шорт и уложите мешковины в сторону бокового шва. Затем верните переднюю половинку в исходное положение и с лицевой стороны проложите прямую строчку на швейной машине вдоль длинной стороны рамки кармана на расстоянии 1 мм от сгиба. При шитье тщательно расправляйте шов, слегка оттягивая ткань. Все выполненные операции зеркально повторите на второй передней половинке шорт. Следующим шагом необходимо зафиксировать малую мешковину с большей. Для этого отверните брючину и выполните надсечку по припуску меньшей мешковины у нижней границы рамки. Затем, уравнивая срез меньшей мешковины с ранее начерченной линией прикладывания на большей мешковине, зафиксируйте детали в таком положении булавками. Аналогично выполните со второй короткой стороны рамки кармана. И теперь, отворачивая брючину в противоположную сторону, проложите прямую строчку по изнанке меньшей мешковины на расстоянии 3-5 мм от среза. В начале строчки поставьте закрепку и прошейте настолько близко к рамке кармана, насколько это возможно. Поставьте закрепку. Также зафиксируйте между собой мешковины с противоположной стороны кармана. В начале и конце строчки поставьте закрепки. Выполненные швы приутюжьте. Также хорошенько приутюжьте еще раз карман с листочкой. Повторите со вторым карманом. И теперь выполните отстрочку по оставшимся сторонам кармана. Строчку начинайте прокладывать вдоль короткой стороны рамки, продолжая предыдущую строчку. Строчку прокладывайте также на расстоянии 1 мм от сгиба. Дойдя до угла, опустите иглу вниз, поднимите прижимную лапку, поверните шитье, опустите лапку и продолжайте прокладывать строчку далее вдоль длинной стороны. Поворачивайте таким образом на каждом уголке и прошейте рамку по периметру, замыкая строчку в кольцо. При шитее слегка натягивайте ткань. Защипов и наплывов быть не должно. В конце строчки поставьте закрепку. Выполненный шов при утюжке аналогично выполните отстрочку второй рамки кармана. Далее соедините мешковины между собой по нижнему и боковому срезам. Для этого сначала зафиксируйте срезы мешковин с изнаночной стороны булавками, а затем стачайте на верлоке или швейной машине. Для этого отверните деталь брючины в противоположную сторону и проложите строчку на верлоке или швейной машине вдоль открытых срезов мешковин. Вы можете прокладывать единую строчку, поворачивая на углах, либо обметать каждую сторону по отдельности. Выполненный шов при утюжке. И в завершении обработки карманов необходимо соединить мешковины с передней половинкой шорт по боковому и верхнему срезу. Сначала тщательно расправьте все детали и, уравнивая их по верхнему и боковому срезу, зафиксируйте слои булавками, а затем стачайте на швейной машине. Строчку начинайте прокладывать по боковому срезу вдоль участка совмещения мешковин и передней половинки брюк на расстоянии 3-5 мм от среза. Дойдя до угла, опустите иглу вниз, поднимите прижимную лапку, поверните шитье, опустите лапку и продолжайте прокладывать строчку далее вдоль верхнего среза. В начале и конце строчки поставьте закрепки. Выполнены швы при утюжке. Аналогично соедините соответствующие мешковины со второй передней половинкой брюк. Прорезные карманы с листочкой готовы. Переходим к соединению передних половинок шорт по среднему срезу и обработке ложного гульфика. Итак, расположите левую переднюю половинку шорт лицом вверх и поверх нее уложите правую переднюю половинку лицом к лицу. Уравнивая срезы по средней линии, зафиксируйте детали булавками. Вот так у вас должно получиться. Стачайте на оверлоке. Строчку прокладывайте не спеша, аккуратно поворачивая на изгибах и выкладывая срез в прямую линию. Если у вас недостаточно опыта обработки фигурных срезов на оверлоке, чтобы не обрезать лишний материал, рекомендуем перед этим отключить нож. Выполненный шов аккуратно приутюжьте кончиком утюга, чтобы не разутюжить ранее сформированный сгиб на гульфике. Теперь с изнаночной стороны обновите разметку в нижней точке гульфика. Для этого соедините линейкой метку по верхнему срезу со швом обметочной строчки по среднему срезу и поставьте метку у нижней точки гульфика. Затем продлите шов обметочной строчки по округлой части гульфика до пересечения с этой меткой. Затем на швейной машине поставьте закрепку в точке пересечения намеченных линий и проложите прямую строчку вниз вдоль линии разметки. В конце строчки также поставьте закрепку. Выполненный шов приутюжьте. Далее расположите полученную деталь переда лицевой стороной вверх и совместите метки середины по верхнему срезу так, чтобы метка левой половинки располагалась на сгибе. Хорошенько расправьте детали в нижней точке ложного гульфика. Приутюжьте сформированный сгиб. Теперь с лицевой стороны обозначьте границу гульфика маркировочным инструментом. Удобнее всего это сделать при помощи деталей на мелко гульфика. Уравнивая ее прямую длинную сторону со сгибом на левой половинке шорт, а короткую сторону с верхним срезом, обведите контур второй длинной стороны на мелкий гульфика. Чтобы избежать смещения деталей, скалите их булавками или сметайте. Вот так у вас должна выглядеть на данном этапе передняя часть шорт. И теперь поверх ранее начерченного контура проложите строчку на швейной машине, фиксируя слои гульфика друг с другом. В начале и конце строчки поставьте надежные закрепки. На округлом участке плавно поворачивайте шитье, строчка не должна образовывать острых углов. Теперь зафиксируйте булавками гульфик по верхнему срезу. А затем проложите прямую строчку вдоль этого участка на швейной машине на расстоянии 3-5 мм от среза. В начале и конце строчки поставьте закрепки. Выполненные швы приутюжьте. Оставшийся участок припуска по линии среднего шва заутюжьте с изнаночной стороны в ту же сторону, в которую направлен гульфик. Теперь переходим к соединению основных деталей шорт. Итак, расположите заднюю часть шорта лицом вверх и поверх нее уложите переднюю часть лицом к лицу. Уравнивая боковые срезы и совмещая метки, зафиксируйте детали булавками. Булавки располагайте по всей длине бокового среза со стороны передней части шорт. Аналогично зафиксируйте боковые срезы со второй стороны. Далее сточайте на оверлоке, либо проложите псевдо-оверлочную строчку на швейной машине. При прохождении на утолщениях помогайте ткани руками продвигаться под лапкой. Выполненные швы приутюжьте. Припуски заутюжьте на сторону задних половинок шорт. Для удобства воспользуйтесь длинной рукавной колодкой, либо любой другой, какая у вас есть. Следующим шагом необходимо соединить детали по шаговому шву. Для этого совместите швы на передней и задней части шорт по средней линии. При этом припуски направьте в разные стороны. Зафиксируйте булавкой в русло шва. И затем, уравнивая срезы и совмещая метки, скалите булавками детали по всей длине шагового шва. По желанию, для дополнительной фиксации во избежание смещения слоев, поставьте закрепку на швейной машине на участке совмещения среднего шва. Для этого проложите строчку 3-4 см на расстоянии 3-5 мм от среза. Далее за один подход стачайте переднюю и заднюю половинки шорт по шаговому срезу. Выполненный шов приутюжьте. Проверьте качество строчки с лицевой стороны. Все швы должны стыковаться и находиться на одном уровне. И теперь заутюжьте припуски на сторону задних половинок шорт. По желанию, зафиксируйте припуски по линии талии на швейной машине. Для этого проложите прямую строчку 3-4 см на расстоянии 3-5 мм от среза. Таким образом, поставьте закрепки по линии талии на припусках всех четырех швов. Вот так выглядит заготовка шорт на данном этапе. Осталось обработать верхний и нижний срез. Начнем с пояса. Итак, сложите деталь пояса пополам вдоль длинного среза изнанкой внутрь. Уравнивая срезы и совмещая метки, приутюжьте сгиб. Теперь разверните деталь пояса и сложите ее лицевой стороной внутрь, уравнивая короткие срезы. Совмещая метки, зафиксируйте пояс в таком положении булавками вдоль короткого среза. Затем стачайте на оверлоке. Либо проложите прямую строчку на швейной машине на расстоянии припуска на шов 1 см. В начале и конце строчки поставьте закрепки. Выполненный шов приутюжьте. Если вы стачивали на швейной машине, припуски оформите в разутюжку. Если же шов обметан на оверлоке, то разложите припуск на сгибе в разные стороны и приутюжьте в таком положении. Таким образом припуск направлен в разные стороны до и после сгиба на поясе. Сложите пояс пополам по ранее заутюженному сгибу вдоль длинной стороны изнанкой внутрь и еще раз приутюжьте шов. Затем, уравнивая открытые срезы, зафиксируйте их булавками по всей длине пояса, совмещая швы и метки. Далее на швейной машине проложите прямую строчку по нижнему срезу пояса на расстоянии 5 мм от края. Строчку начинайте за 2-3 см до шва соединения пояса. В начале строчки поставьте закрепку. Шейте по всей длине пояса, но не доходя до начала строчки 2-3 см. Оставьте этот участок непрошитым, через него будем вставлять резинку. В конце строчки поставьте закрепку. Возьмите резинку и продекотируйте ее. Это нужно, чтобы резинка дала усадку перед пошивом. Резинку не растягивайте, обильно обработайте ее паром, слегка касаясь утюгом. Отмерьте необходимую длину резинки. Она зависит от выбранного размера и указана на выкройках. Также вы можете выполнить примерку и определить комфортную длину резинки по фигуре. Не забудьте добавить припуски на швы. С помощью специального инструмента или английской булавки проденьте резинку в пояс через техническое отверстие. Аккуратно расправляйте ткань, не перекручивая резинку внутри пояса. Выведите второй конец резинки через техническое отверстие наружу и соедините ее короткие срезы в кольцо. Для этого на одном конце резинки начертите линию на расстоянии 2 см от края. Затем приложите второй конец резинки к начерченной линии и зафиксируйте в таком положении булавками. И далее на швейной машине проложите прямую строчку вдоль короткой стороны резинки. В начале и конце строчки обязательно поставьте закрепки. Заправьте резинку внутрь пояса и еще раз убедитесь, что она не перекручена внутри него. Теперь можно зашить техническое отверстие на швейной машине. Строчку прокладывайте в русло предыдущего шва, в начале и конце строчки поставьте закрепки. По возможности совместите шов на резинке со швом на поясе и зафиксируйте их булавками. Равномерно распределите пояс по всей длине резинки, растягивая его в разные стороны. Далее резинку необходимо уложить впритык к сгибу пояса и зафиксировать в таком положении булавками по всей длине пояса. Булавки рекомендуем вкалывать почаще, чтобы избежать смещения слоев ткани. Далее выполните отстрочку по поясу. Для этого измерьте на выкройке расстояние от сгиба до первой линии отстрочки на поясе, либо сложите выкройку вдоль длинной стороны пополам и уложите ее под лапку швейной машины. Иглу поставьте на уровне первой линии отстрочки, а на уровне сгиба поставьте ограничитель, либо выберите ориентир. И после этого проложите строчку на полученном расстоянии от сгиба по детали пояса. При этом растягивайте пояс и помогайте руками детали продвигаться под лапкой. В начале строчки закрепку можно не ставить, а замыкая строчку в кольцо, прошейте внахлёст несколько стежков в русло начала шва и поставьте закрепку. Пояс готов! Теперь соедините его с шортами. Для этого выверните шорт на изнаночную сторону и расположите их линией талии к себе. Вложите деталь пояса внутрь шорта лицом к лицу и уравняйте открытые срезы по линии талии. Сгиб на поясе при этом направлен в сторону низа шорт. Совместите швы по средней линии со стороны задней части и зафиксируйте их булавкой. Булавку располагайте со стороны пояса. Далее совместите и скалите метку середины переда на поясе со сгибом на гульфике. И после этого совместите боковой шов на шортах с соответствующей меткой на поясе. Зафиксируйте их булавкой. Повторите со второго бокового шва. И теперь, уравнивая срезы и равномерно растягивая пояс до размеров среза шорт по линии талии, скалите булавками детали на оставшихся участках. Булавки вкалывайте чаще, чтобы не произошло смещение слоев ткани в процессе шитья. И так уже можно стачать детали на оверлоке, но мы рекомендуем сначала проложить фиксирующий шов по всей длине пояса на швейной машине. Строчку рекомендуем прокладывать со стороны пояса на расстоянии 5 мм от среза. При пошиве равномерно растягивайте пояс. И при прохождении на утолщениях обязательно помогайте руками ткани продвигаться под лапкой. Замыкая строчку в кольцо, прошейте еще 1-1,5 см, заходя на начало строчки и поставьте закрепку. И, наконец, проложите 4-х ниточный шов на оверлоке, либо псевдо-оверлочную строчку на швейной машине. Замыкая строчку в кольцо, прошейте еще 1,5 см, заходя на ее начало, и уведите строчку с изделия. Хвостик от обметочной строчки распустите. Завяжите узелок и спрячьте в шов с помощью специального инструмента или иголки с большим ушком. Излишек срежьте. Выполненный шов приутюжьте кончиком утюга на уровне припуска на шов. Припуск заутюжьте на сторону основной детали. Осталось обработать шорты по нижнему срезу. Для этого выполните примерку и определитесь с итоговой длиной изделия. Если будете делать корректировку длины, не забудьте добавить припуск на шов – 2 см. А чтобы уменьшить толщину на участке бокового и шагового шва при подгибке, разверните припуск в противоположную сторону и зафиксируйте в таком положении булавкой. По желанию приколите таким образом припуски на всех четырех швах. Теперь обметайте нижний срез на оверлоке, либо проложите псевдо-верлочную строчку или зигзаг на швейной машине. Припуски при этом располагайте в ту сторону, в которую вы их ранее прикололи булавками. Замыкая строчку в кольцо, прошейте еще 1,5 см, заходя на ее начало, и уведите строчку с изделия. Хвостики ниток распустите, завяжите в узелок и спрячьте в шов. Излишки срежьте. Повторите со второй брючиной. Выполненные швы приутюжьте, а припуски на участках среднего и шагового швов приутюжьте таким образом, чтобы они были направлены в разные стороны. Далее с помощью маркировочного инструмента и линейки с изнаночной стороны начертите прямую линию прикладывания параллельную нижнему срезу на расстоянии 4 см от края. Затем подогните край на 2 см, уравнивая нижний срез с ранее начерченной линией. Сгиб приутюжьте по всей длине линии низа. Теперь зафиксируйте в таком положении подгибку булавками по всей длине низа шорт. Для удобства в дальнейшей работе припуск рекомендуем приметать. Стежки при этом прокладывайте по самому краю подгибки. Эта строчка далее будет служить ориентиром при шитье на швейной или распашивальной машине, а также потом без труда удалиться. Итак, установите на швейную машину двойную иглу и проложите прямую строчку вдоль нижнего среза. Строчку прокладывайте по лицевой стороне на расстоянии 1,7-1,8 см от края, ориентируясь на наметочную строчку. Если у вас есть распашивальная машина, то выполните шов с помощью нее. В начале строчки закрепки ставить не нужно. Заканчивая строчку, проложите несколько стежков внахлёст, замыкая шов в кольцо. Вытяните нити наизнанку и зафиксируйте удобным для себя способом. Также удалите сметочные стежки. Аналогичным образом выполните подгибку на второй брючине. Хорошенько отутюжьте подгибку с паром и сделайте финальную влажно-тепловую обработку всего изделия. Готово! Получились стильные и очень удобные шорты. Комфорт и свобода – это то, что несомненно оценит каждый мальчик и мужчина в этой модели. Не удивляйтесь, если вам придется шить еще не одно изделие по этой выкройке, ведь она идеальная. Заглядывайте на наш сайт «Мама шила малышу» и выбирайте футболки, лангсливы и свиршоты в дополнение к шортам. Прямую ссылку на сайт ищите в описании к видео. А еще у нас собрана огромная коллекция выкройек для всей семьи. Выбирайте модели для себя, супруга и детей, шейте и обязательно делитесь результатами своих работ. Присылайте фото в нашу группу ВКонтакте, а еще ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить все самое интересное. С вами была команда студии «Мама шила малышу». До встречи в следующем видео!